Доброе утро. Так, остальные-то где? Всех до одного поднять. Успевай только, убивай. Сейчас я их оттуда торну. Так, Нестор, побыстрее, побыстрее. Чего вы там мозолите эти зубы свои? Все равно выпадут. Так, ну-ка, бросьте там зубы чистить. Ты что? Придумал. Все, уходи оттуда. Все быстро сюда. Еще ли чистят зубы, а дальше еще не рассказали. Так, грудь закрыть. Все время грудь открываете, не пойду. Так, это все, что у нас есть в наличии? Ильи нету. Кого нету еще? Ильи нету. С детьми. А? Натальи и Ильи нету, сына ее. Илья нету. А где она? Ну, видимо, ушла его поднимать. Поднимать. Она, я увидел в окно, она проходила. Так, будьте внимательны, что я сейчас скажу вам. Вот этот день перед Крещением. Мы его сделаем особым днем. Лагеря нет. Лагерь освящался. Каждый год батюшка приезжал, освящение было, молитва. И собирали всех. Там и Серафима Гавриловна была, ей 90 лет. Ну, кто расположен. Есть такие, которые когда-то были, а потом не стали ходить. Ну, таких всего, если бы, один человек. Значит, сегодня что? Мы вводим, как бы, новое. Новое замену тому, что ушло. Памятный день. О памяти очень много говорится о Священном Писании. И это необходимо. Потому что мы уходим, за нами приходит другое поколение, и они должны помнить. Вот приходят люди в храм. А что это такое? Камни лежат, два больших валуна. А что они означают? Означают, когда Израиль переходил Иордан, у них переправы не было. Воды было больше. И Господь высушил его. Остановил. Рот закрывай. Вытащи руки из кармана. Не холодно, ничего нет. Не привыкайте к этому. Платочек надеть, чтобы было как положено. И было сказано взять камни и принести на память, что было время, когда Иордан остановился. Как поется в песнопениях, повернул вспять. Ну, не повернул. Видимо, просто остановил Господь. А куда вода делась? Ну, где-то развелась, где-то наполняла. Это же не Волга. Многое, что в Израиле было, было для памяти. Если тебя спросят сыны твои, ты скажи им так. Вот то-то, то-то, то-то было. Для памяти оставался меч Голиафа. Он завернутый в Ефот был. Напоминание о великой, удивительной победе народа израильского через пастушка. Вот такой пастушок. Из рогатки, как сегодня стреляют, так этот. Сегодня эти испытания ведут, как заложить в пращу, раскрутить и пустить. Какой величины камень. Все абсолютно исследуют люди. Только не знают ничего себе. Рот закрывай, еще раз говорю. Ну-ка, иди сюда. Стань рядом. Я тебя буду закрывать, сама не умеешь. Как ты будешь позевать, я тебя вот так рот закрою. Сама будешь закрывать или нет? Ну, нельзя рот все вот так раскроет, как пингвин. Зачем же тебе это нужно? Встань прямо сюда. Хорошее качество себе повышай, а это не надо. Никто не скажет хорошо, что стоит, рот раскрыл. Ну, ты уже не пришла к зубному врачу-то. Чтобы раскрою, рот там тебе сверлить будут. Так вот, у нас памятные тоже места есть. И мы их показываем, напоминая о милости Божией. И здесь почти никого нету. Те, которые были первые годы. Это 45 лет. Вас еще и на свете не было. Возле лагеря, между лагерем и костром, там была башня водонапорная. Там коровники были, телятники. И воду надо было качать, не возить. А потом, когда все это убрали, а чтобы она не замерзала, к ней нагрудили бульдозера были в деревне. Кажется, даже не один. И там холм остался. Все остальное обрезанное. Мы обиходили, сделали ее ровной, загородили, а налойщик сделали, там молиться. Это у нас даже зафиксировано. Мы там ходили молиться. Почему? Потому что там на возвышении и комаров сдувает. Ветерок. Мы делали это раньше, еще когда потерявку даже не восстанавливали. А потом уже батюшка приехал, тоже там молился. Овечек пас он. А мы к нему бегали на... Видим, батюшка стоит, молитвословно там молит, овечки пасутся. Весь лагерь дунет туда, прибежали, и колобатюшки стали. Понимаете, у нас своя жизнь, христианская, православная. И вот сегодня, суббота перед крещением. После крещения, некоторые сразу уезжают. Вот остается. Ну, я начальник, создатель лагеря. Сейчас лагеря нет, но я поневоле напоминаю о том и привожу сюда. Принимаю в этом какое-то участие. Значит, порядок такой. Время точно, сверить надо. Сколько вас? Давайте посмотрим. 7-18. 18, да. 18 минут. 18 минут. Остается мало. 20. 12 минут, я не успею. может быть, отложить еще на 10 минут. Ну, без 20, сделаем так. Без 28, чтобы начать моление на том месте. Я пройду по деревне. Быстро всех предупредить. А ты с этой стороны можешь пройти. Я не знаю, даже прилично, видимо, мне будет все-таки зайти и пригласить, чтобы приехали на машинах туда, и Серафиму Гавриловну привезли. Она молитвенница. Вчера мы по ее приглашению были брали ягоды, Виктория. Никого в деревне я такой ягоды не видал. Она благословенная. Она все время на молитве. И вот как-то упала. В прошлом году она рассказывает. И когда я упала, я почувствовал, какие-то теплые руки меня поддержали. Я упала. А сын-то услышал, загремело в другой комнате. Соскочил. Мама, она говорит, не трожь. Теплые руки я почувствовал. Полежу еще тогда на полу. Почувствую. Она поняла, что ангел ее поддержал. И она в таком возрасте совершенно трезвый разум. Ей операцию делали. И во время операции она врачам свидетельствовала там. Да кто-то врач, говорит, в сей больнице рассказал, какая бабка попала. Я, говорит, ее режу, а она молится. Молится из-за меня, из-за всех. У нее есть свои причуды. Она там с нам верит. Там половичкам этим. Но главное, то, что она любит Господа. Она как научена была, притом и есть. Там пост соблюдать, что, ну, чтобы вас странности эти не удивляли. У нас у каждого есть что-то где-то, не сходится с кем-то. Я проехать хочу сейчас до батюшки. Пригласить, что без 28 у нас будет моление там. Кто придет, не придет, его дело на машинах. Ваша машина готова. Вы на ней выездите. Я сейчас проеду, так, на шаг этого не отпускать. Он куда-то смылится. Рукава убрать. Что-то длинноватая у тебя кофта. Так. Татьяна, Наталья, мы готовимся на моление без 28, чтобы там были. Между костром и этим. Володя уедет раньше, начнет заранее снимать. Как прибывают люди, так, на машине, на своей. Выгоните ее сейчас и выйдите прям к этому, ну, не раньше, чтобы было. А ты пока смотри, побереги, что есть. Там возьми мой запасной. Так, с собой придется тебе, может быть, взять даже Никиту. Остальные все отсюда, вы выйдете без 7 минут до нашего срока. Без 20. Моление начнется и вы за 7 минут. Никуда никто, никаких обедов, все остановилось. Оттуда после моления приезжаем домой, тут позавтракаем. Так, после моления, после завтрака мы с вами поедем по деревне, везде, что я вчера говорил, возьмем с собой Володю. все места, я местный, знаю все места. Расскажу, какие тут положительные, какие отрицательные, какие ветры, какие подъезды, все, все, что вас интересует в кратком виде. Первым делом поблагодарить, что вчера вы сделали, мне бы никогда это не сделать. Я на нее гляжу, не нарадуюсь теперь. Вот она остается как памятник. Так, вопросы по теме моления. Возвращаемся все сюда и завтракаем. Я сейчас пойду там, скажу, что вы подъехали. Второе. Сегодня обед будет не здесь. У нас там второе место есть возвышенное, где мы обедали в прошлом году от комаров. За это время туда поехать надо будет. Ну, кто-то, Женя, Никиту возьми с собой. Ребята вот большие. Там рядом может чурки какие есть, доски. Может быть, даже отсюда у вас свежие доски там есть. Расположить, пошире сделать. Палаток побольше. Ну, там покоси даже маленькое подготовить. Обед назначить на сколько тогда? Ну, на два часа как было. Я проеду, скажу этим, чтобы пришли в Устиново и Степу отдали. Он был наш и чтобы на этот день он был здесь. Вот такой план. Ну, а дальше в субботу, понятно, у нас баня будет. В баню пойдут те, которые только здесь. Вы приехали на один день, вам это и не надо, домой уедете. Значит, ты в баню обязательно сходишь, помоешься. Это тоже обязательно сходить. Ну, а которые на один день приехали, не надо. Надо будет как помолимся, вот это вот. Надо как-то пораньше бы затопить, чтобы все успели. Пораньше все это обговорим. Пораньше, ну, не до обеда же. Я не знаю, ну, до обеда сделать это надо. Конечно, до обеда. Так, вопросы. Игнатий Тихонович, у нас... Поближе подойди. Все. К двум часам надо к батюшке на исповедь. Тот, кто крестится. К двум часам? Да, к двум часам. Он сказал так, да? Он сказал, да. Потом он сказал, что... Нам жаль, что вас тут не будет. Так, как же это совместить? Ну, давайте, вы на исповедь. Мы обед перенесем на три, потому что у нас сегодня позже. Сделаем обед на три. Объявили всем на три часа. Хорошо. А за исповедь-то вы за час там проведете. Хорошо. Баню, баню до обеда. Ну, все, вопросы еще. Пока между собой занимаетесь чем? Посмотрите, во сколько я сказал. Без двадцати там быть. Ты готовься. Ты заранее должен быть там. Тогда возьми вот мой запасной. Так, я поехал по деревне. Ну, все, я туда выезжаю. Вы поняли? Выходите отсюда. Ну, без двадцати семь, а вы минут на семь раньше выйдете. Пока дойдете. Идите все вместе. Идите все вместе. Мальчики впереди идут. Взрослые. За руки двое. Если не нравится подбой, идите по одному. Все, уехал. Вы машину заранее выгоните, чтобы туда без двадцати вы как-то штык бросили. Ну, все. Слава Христу. Ле-ву-я. Ле-ву-я. Продолжение следует...